Девушки отдыхают Девушки отдыхают Бомина, ну а потом до Мурамиды добралась А при чем тогда здесь мудрецы? Они при чем? Просто хитрый ход, чтобы сбить нас с толку Ваня, тогда же не смешно Что ты будешь делать с парнем Вадимом Вершином? Его тоже порешила ревневая жена? Так, там же вроде самоубийства У нас тут у всех вроде самоубийства Поэтому его смерти вызывает такие сомнения Слушайте, любопытный факт В 2010 году Екатерина Мурамец была заведующая сектором хранения и учета в Музее прикладного искусства Дальнего Востока. Это там же, где проходил практику Вадим Вершин, когда встречался с Татьяной Харитоновой. То есть, Вершин и Мурамец были знакомы? Причем здесь Бовин и Харитонова? У нас как в загадке про волка, газу и капусту. Все детали вместе никак не сходятся. Подождите. Значит, Мурамец и Бовин состояли в отношениях. Мурамец и Вершин работали в одном месте. Вершин встречался с Татьяной Харитоновой. И все четверо погибли, упав с высоты. Так, а у Вадима в руке был мудрец? Ты говорила, что в наборе четыре фигурки, так? Да, но Вадима в 2010 году нашли без мудреца в руке. Коллеги. Очень хотелось бы избежать очередной жертвы с фигуркой фарфорового мудреца в руке. Так, мудрецы, давайте-ка, выметайтесь отсюда. У вас есть офис для таких разговоров, а у меня онлайн конференция. Чего-чего? Не мешайте. Что, что начинается? Буду проводить занятия студентом по судебно-химическим исследованиям в экспертной практике. Все, на выход. Спасибо. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прошу прощения. Антон Вершин? Да. Демин Иван, уголовный розыск. Чем могу помочь? Мы расследуем дело Татьяны Харитоновой. В юности она встречалась с вашим братом Вадимом? Да, да, помню, встречалась. С ней что-то случилось? Выпала из окна, как и ваш брат. Есть версия, что это было убийство. Вы общались с Татьяной после смерти брата? Нет. Когда Вадика не стало, родители Москвы вернулись насовсем. А из того района мы уехали. Больше Таньку я не видел. А, кстати, в деле так и не ясно. Ваш брат расстался с Татьяной накануне смерти или нет? Расстался. Она бросила. А Вадим много говорил про музей? Ну, об экспонатах на выставке? Он фанател от работы. Вообще на музей свой молился. Говорил, мол, вот этими руками прикасаюсь к шедеврам мирового искусства. Хорошо, последний вопрос. Знакома ли вам фамилия Мурамец? Мурамец, Мурамец. Что знакома? Екатерина Михайловна Мурамец. Она была начальницей вашего брата в музее. А, да, точно. Вадик побаивался ее. Говорю строго очень. Антон, в 2010 году вы подозревали, что вашего брата убили. Ваши показания есть в деле. Да, подозревал. Обвинял Таню. Он мог из-за нее в историю вляпаться. Какую, например? Ну, она из него деньги тянула. Так, и спустя годы вы так же считаете? Ну, мне теперь больше лет, чем был у Вадима, когда он умер. Я понимаю, что у него была непростая жизнь. Он и обо мне заботился. И учился, и Таньку обхаживал, от коллектора бегал. Он мог взорваться и реально в окно выйти. Насколько вы были близки с Антоном и Вадимом? Как родные люди. Вадик с Антошей были очень славные. А когда с Вадимом случилось горе, мы как будто сына родного потеряли. Вернее, их обоих сразу. Их родители прекратили с нами всяческое общение. Переехали в другой район. Они обвинили нас в смерти Вадима. Считали, что мы должны были предотвратить ее. Вы громче говорите. У мужа в последнее время слух стал ухудшаться. Хорошо. А как они сейчас живут? Родители? Родители мальчиков умерли уже. А мы ведь дружили и с Полиной, и с Борисом. Со студенческих лет. Да, так и не поговорили. А Антона не видели 10 лет. Полгода назад он вернулся из армии и навестил нас. А так обрадовались. Он очень изменился. Возмужал. Такой красивый. Правда, когда пришел, все стеснялся. Отвык от нас за эти годы. Порой не топтался. Коробку у Вадима мы ему отдали. Олег, но при чем тут коробка? Ты сказала, коробка. Не коробка, а на пороге. Ты не так услышал. А о какой коробке идет речь? Да вот шкаф у нас в прихожей до ремонта стоял. Рабочие стали его двигать, а он старый, тяжелый, еще 50-х годов. Целиком не перетащить. Но стали разбирать и нашли коробку. Видимо, Вадим ее туда положил и забыл. А мы и не знали. А что было в этой коробке? Какие-то флешки и тетрадка студенческая. По почерку мы поняли, что это Вадима. А что было в тетради написано? В тетради что-то о предметах искусства. Я не вчитывалась особо. Ну, конспекты лекции, видимо. А на флешках что было? На флешках? Что на флешках было? Не знаю. У нас с компьютерной грамотностью плоховато. А можно мне посмотреть эту коробку? Мы отдали ее Антоше, когда он приходил. Память о брате все-таки. Да, давай. Здравствуйте. Да, добрый день. Михаил. Во-первых, спасибо, что согласились дать показания. Рад помочь. В деле сказано, что вы дружили с Вадимом в детского сада, верно? Да. Как вы считаете, почему он мог покончить с собой? Он не покончил с собой, его убили. И я в этом уверен. А почему вы так думаете? Перед смертью Вадим влип. И втянул меня в эту историю. Все началось, когда Вадим проходил студенческую практику в музее. Обязанности были типа грузчика, но надо знать, как с экспонатами обращаться. Экспозиция меняется или что-то куда-то надо переставить. И часто ему поручали относить какие-нибудь экспонаты в мастерскую и приносить их назад после завершения реставрационных работ. А начальницей у него была Екатерина Муромец, заведующая сектором учета и хранения. Илья. Да. Илья. Да. Здравствуйте, Екатерина Михайловна. Акт подпиши. Конечно. Это Вадим, наш стажер. Это Илья, гений реставрации, мастер-копиист. Так, что у нас здесь? Да, ну вот сразу вижу. Вот здесь и здесь утрата красочного слоя. Нам бы закончить к началу месяца. У нас выставка на носу. Будет сделано. Все, я побежала. Екатерина Михайловна, а можно я останусь, еще посмотрю? Без проблем. А они что, абсолютно одинаковые? Нет. Копия всегда отличается цветом черепка, ну и размером. Вот эта, она немного меньше. А почему вы не делаете точь-в-точь? Ну, для того, чтобы отличать копию от оригинала. А у оригиналов не бывает, не знаю, страховочных копий? Ну, например, чтобы на выставку за границу отправить не оригинал, а точную копию? Да нет, так никто не делает. Люди же платят деньги, чтобы прийти в музей, посмотреть на оригиналы. А копию они могут купить и в сувенирном магазине. А потом Вадик увидел то, чего не должен был видеть. Ватерина Михайловна, ну я пошел, шесть часов уже. Так, погоди. А где акт из мастерской по сервизу, который вчера к нам поступил? Я забыл его забрать. Можно завтра? Здрасте, приехали. Нет уж милого, давай-ка сегодня. Ладно, я мигом сейчас. Илья Андреевич, акт по сервизу вчерашнему. Ага, да, сейчас я доделаю и придам. Илья Андреевич, я не могу, я горю, на свидание опаздываю. Хорошо, хорошо, Ромео. Бегу. Вадим понял, что творятся нехорошие дела. Копия была идентична оригиналу. Оригинал не реставрировали и не собирались возвращать в музей. Ну что, держи. Надеюсь, твоя Джульетта тебя дождется. Нет, ты прикинь, этот Кожевников с виду такой белый, пушистый. А сам дырит из музея произведения искусства, а в музей возвращает подделки. Погоди, и ты решил туда влезть? Нет, миг, я буду спокойно сидеть, смотреть. Не из моего кармана же тырят. Да, конечно, я скажу мурамец и пойду в милицию. И для убедительности тебе нужны доказательства. Да, мне надо понять, куда и кому Кожевников уносит оригиналы. Миг, дай камеру, пожалуйста. Ты очумел? А если тебя запалят? Миг, ну тебе жалко камеры для друга? Мне камеры жалко друга. Миг, ну мы с тобой можем раскрыть крупное преступление. Ты же мечтал стать детективом. Вадик, мне было семь лет. Я об этом пожалею. Установи в мастерской и в неприметном месте. Вадик, будь осторожником. Продолжение следует... Мурамец показала мужику двух одинаковых мудрецов. Не вижу, какой из них оригинал. Мих, стой! Стой, 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 стой! Можешь приблизить? Смотри, смотри, они стерли с оригинала инвентарный номер. Отдали мужику оригинальный экспонат. Значит, Кожевников действовал не один, а в группе с Бовиным и Мурамец. Мурамец. Вадик, когда увидел, сам не поверил и даже начал себя убеждать, что все перепутал. А потом Мурамец распорядил, чтобы Вадик принес ей фигурки из мастерской. А сама с ним не пошла, и Вадик подумал, что это его шанс. И вместо того, чтобы нести фигурки прямиком в музей, он убежал к своему преподавателю. Это буквально соседнее здание от музея. Полноценную экспертизу я тебе, конечно, не проведу вот так вот на коленке. Но она здесь и не нужна. Работа, безусловно, интересная, но обрати внимание, Вадим, это не фарфор, это фаянс. Он более легкий и структура более пористая. Вот, например, вот это фарфор, вот это фаянс. Сравни. То есть, это фигурка-подделка? Безусловно, но подделка очень талантливая. Теперь у Вадика был компромат, и он собирался идти с ним в милицию. Но зачем-то сдуру рассказал об этом своей Тане. Так все-таки они уже тогда расстались или нет? Они никогда не расставались. Зачем? Таня его доила. Всю эту клюкву она придумала постфактум, чтобы все поверили в суицид из-за несчастной любви. То есть, вы считаете, что Таня его убила? Не она. Люди из музея, но навела их Тане, я в этом уверен. Ну, потому что... У них ничего серьезного в плане постели не было, а тут... Прикинь, это происходит все прямо перед моим носом. А они знают, что ты их запалил? Надеюсь, нет. Иначе бы тут не сидел, Таня. Это ж мафия. Так тебя могут убить. Не успеют. Я сейчас все это в милицию отнесу. В милицию? А зачем? Чтобы их посадили, Таня. Стремно как-то. А вдруг они тебя из тюрьмы достанут? А вдруг у них менты вдоль? Таня, ну это все ерунда. Да и не похоже. А кто этот мужик? Ты его знаешь? Нет. Какой-то мужик. А что? А то, что он может быть из милиции. Ты к ментам пойдешь, а он тебя самого же и закроет. Чтобы ты не трепался. Наркоту тебя подкинет или еще что. Все будет со мной нормально. А я боюсь. Таня, ну все будет в порядке со мной. Правда. Мне, может, даже медаль дадут. За гражданскую сознательность. Я тебя не пущу. Таня. Обещай, что никуда не пойдешь. Таня, ты чего? Я люблю тебя. Вы, по сути, были сообщником Вадима. Дали ему камеру, знали преступления в деталях. Вам угрожали эти люди? Про меня никто не знал. Вадик меня не выдал. И забрал все видеофайлы с уликами. Категорически не хотел, чтобы у меня были какие-то проблемы. Флешки с записями хранил у себя. Он был хороший друг. А сейчас вы готовы официально дать показания? Дистанционно, да. Я молчал, потому что боялся за свою жизнь. А сейчас я в другой стране. Думаю, что я в безопасности. Спасибо. Ну что, тогда мы с вами еще свяжемся. Хорошо. До свидания. Я нашел этого Илью Кожевникова из мастерской. Алло. Я вас слушаю. Алло. Это Родион Жихарев? Кто это? Здравствуйте. Меня зовут Мила. Я дочь следователя Елены Поповой. Я хотела с вами поговорить насчет дела Степанова. Мы можем встретиться? Мне нечего вам сказать. Не звоните больше. Лейтенант Деменов, полиция. Мы разыскиваем Илью Кожевникова. Тут Кожевникова из полиции спрашивают. Проводишь? Так он уехал уже. Мы с ним вместе выходили. Только я за кофе, а он на парковку. Не помню я, чтобы его машина выезжала. А по камерам посмотреть можно? Да, конечно. Погодите. Так. Эта парковка, она не только наша. Она ко всему комплексу зданий относится. Ну, погодите. Так, Кожевников, на него напали. Прикрепим, приблизьте. Так. Так, ориентировка срочная. Автомобиль номер 0-Е-0-4-0-МА-99. Стартовал сохраняемый парковки бизнес-центра по улице Константинова. Засекли машину, 0-4-0. Прием. Говорите, прием. Автомобиль свернул в пятый индустриальный проезд. Там заброшки. Территория большая, сквозная. Надо перекрыть все въезды и выезды. Прием. Понял. Перекрытие принято. Я не понимаю, за что ты мне заткнись. Чем стоять? Полиция! Отпусти его, Илья стреляет. Антон. Стреляйте. Я все равно его сброшу. Допустим. Допустим, ты его тоже сбросишь. Ложишь в руку мудреца, а дальше что-то. Затрыгнешь. Мне все равно. Он должен ответить. Ты уже убил троих. Остановись. Они убили моего брата. И живут себе спокойно. Это нормально? Справедливо? Несправедливо. Но ты сам такой же. Подумай о себе. Сдайся. Спасибо, что спасли меня. Вам нужно благодарить не меня, а лейтенанта Демина и его красноречия. Вы были знакомы с Вадимом Вершином. Расскажите, как он погиб? Я к этому не имею никакого отношения. Кто имеет? Екатерина Мурамец, Аркадий Бовин и Татьяна Харитонова. Какая тонкая работа. Удивительно. Простите, а вы кто? Вы как сюда попали? А, мой парень дал мне пропуск. Зашла просто посмотреть. Из любопытства. Поставьте, пожалуйста, на место. Это хрупкая вещь. Все-все. Больше не трогаю. И что вам нужно? Ближе к делу. Я видела запись, на которой вы отдаёте оригиналы из музея какому-то дядьке. А в музей отправляете подделки. Типа этих. Это какой-то бред. Да. Я бы тоже так ответила. Но дело в том, что запись не врет. Я видела ее собственными глазами. Кстати, надо всегда проверять рабочее место на предмет камеры. Мало ли что может случиться. А, так вы та самая Джульетта, да? Ну и что же нужно вам, Джульетта? А что вы можете предложить? Я бы хотела денежную компенсацию. Понимаете, просто эти кадры, они меня так шокировали. Думаю, что я не скоро смогу их забыть. Мне надо посоветоваться. Понимаю. Вы, наверное, мне не верите. Так уж и быть. Оставлю вам это. Только имейте в виду, это копия. А оригинал у меня. Я, разумеется, сообщил об этом Мурамеце Бовину. Она поручила Бовину решать эту проблему. А какова роль Бовина в этом деле? Он работал на таможне и обеспечивал нелегальный провоз экспонатов через границу. Давал сопроводительную документацию, в которой он говорил, что они не имеют никакой исторической ценности. Мурамец находил покупателей. Хваткая женщина, ничего не скажешь. И что же все-таки предпринял Бовин? Он заплатил Татьяне. Та призналась во всем. И стало понятно, откуда ноги растут. Бовин не хотел убивать Вершину. Он хотел лишь его напугать и забрать оригинал и видео. Антон, ты? У тебя что, секция отменилась? Тань? Ты? Эй, парень, отрой, давай поговорим. Отдай записи, я уйду. Скажите, а после этого, как долго вы проработали на Мурамец? Меньше года. Она и Бовин решили прикрыть лавочку. Что, вот так просто взяли и всех распустили? Да, перестраховались. В каком-то смысле Вадим остановил все это. Как хотел. Забавно, что Кожевников не считает себя виной. Максим Олегович, а можно я буду допрашивать Вершину? Одна хочешь? Я выступлю дамкой. Мой звездный час сегодня утром. Ну что, у меня возражений нет. Пойдемте. Антон Борисович, вы сознаетесь в убийствах Татьяны Харитоновой, Аркадия Бовина и Екатерины Мурамец? Да. Если это вас утешит, то Илья Кожевников был лишь наемным работником преступной группы. Да? А я считаю, что он виновен. Наравне со всеми. Он знал, что за Вадима придут. Знал, он ничего не сделал. Ведите себя спокойно. Вы видели, как погиб ваш брат? Нет. По словам Кожевникова, это был несчастный случай. Он сорвался с балкона, когда пытался сбежать от Бовина. А я уже слышал это от Бовина. Почему я должен в это верить? Вы думаете, он соврал вам перед смертью? Я думаю, что мне все равно. Если бы не они, Вадим бы не погиб. Значит, они виноваты. Не напиши их всех. Особенно эту крысу. Вы о Татьяне? Я ее застукал. Не догадался еще тогда. Как ты вошла? А, это ты, Антоха. Мне Вадик сделал дубликат ключей. Все нормально. Сегодня попросил ему на работу какие-то документы принести. А я не могу найти. Какие документы? Да ты все равно не поймешь. Не важно. Потом сам разберется. Ладно. Я пошла. Ай, ай, ай! Вот ключи. Когда я получу деньги? Когда оригинальные записи будут у меня. Где он их хранит? Я не знаю. Он их переложил. Я не смогла найти. Ты пошутила, надеюсь? Так, отдайте ключи, я пошла. Успокойся. Ключи я тебе не отдам. Вот. Это за ключи. Остальное будет, когда все уладит. КОНЕЦ КОНЕЦ О, а ты че здесь? Че-то случилось? Танька твоя домой приходила, рылась в тебе вещах. Ты че улыбаешься? Она к нам в дом влезла. Да ничего она не влезла. Я ей сам ключи отдал. Ты дурак. А если бы она украла бы, что, если я не пришел? Все, все, успокойся. Все нормально. И мы вообще жить вместе собираемся. Серьезно? Ну да. И может она мне хотела сюрприз сделать, а ты ей помешал. Но она потом ключи какому-то мужику отдала. Он ей пачку ваксу сунул. Тух, я знаю, ты не в восторге от Тани, но чтоб настолько долго придумывал. Вадим, на следующий день не стало. Я на тренировке был. В футбол тогда играл. Обожал. Тренер меня еще вечно всем в пример ставил. А в тот день все как-то наперекосяк пошло. И гол пропустил, и тренер наорал. Я домой не сразу пришел. Может, успел бы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Следствие закончилось. И все смирились с тем, что Вадим самоубийца. Но я всегда знал, что его убили. И в прошлом году я узнал, кто виновен в его смерти. Антон, вот, держи. А что здесь? Секретные студенческие конспекты. Их Вадим так надежно спрятал, что мы их только сейчас нашли. Через 12 лет. Почему вы не пошли в полицию? Ну, пошел бы. И чтобы им было. Ничего. Я все знаю про сроки давности по уголовным делам. Десять лет прошло. Нет. Я хотел, чтобы они за все ответили. Каждый из них. Мила Львовна, а ты уже домой? Помоги составить отсчет. Ну, хорошо, давайте. Под диктовку я очень быстро печатаю. На чем вы тут остановились? Жень, погоди, сейчас зарядку возьму. Так, извините народ, сегодня не засиживаюсь. Про меня не забудьте расписать подробнее, ладно? Все. Арина Львовна. Арина Львовна. Пока. Что? Ревнуете? Что? Почему? Почему ты так решила? Да нет, не почему. Нет, милая Львовна, просто когда живешь на работе, отношения тоже складываются. Только на работе. Но зато посмотри, Ваня, какой счастливый уход. Как я вам сочувствую. Очень печально, когда на работе коллектив маленький и выбрать не из кого, да? У тебя телефон. Максим Олегович, я забыла, у меня встреча, я могу идти? Иди. А чего? Иди, иди. Спасибо. Да. Мила, привет, ты скорая? Да, Гоша, я еду. Хорошо, жду. Привет. Привет. Садись. Ты уже заказал? Нет, я ждал тебя. Выбирай. Ты что-то какая-то напряженная. Мне кажется, мы можем себе позволить вести себя так, как нам нравится. Да. Согласна. Ну, вот и хорошо. Ну что, какие новости? Нашла бывшего напарника моей мамы. Стащила номер из папиной записной книжки. Я звонила ему, но он не хочет со мной разговаривать. Сбрасывает трубку. Так, может, не звонить? Может быть, приехать к нему? У тебя есть адрес? Нет. Но я думаю, можно найти ее. Но какой смысл, чтобы он меня лично послал? А если не пошлет? Послушай, я абсолютно уверен, что у тебя все получится. Потому что ты талантливая, целеустремленная. И невероятно прекрасная. Для меня ты всегда будешь такой. И я очень рад, что ты теперь есть в моей жизни. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»